Привет всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Вот с работы приехала. Ну, конечно, как всегда, заезжаешь за хлебом, но покупаешь еще что-то. Сейчас хочу сказать вам, ну, сколько чего стоит, да, потому что много кто спрашивает про цены. Но я цены говорю, конечно, я знаю, что вам интересно, но я всегда говорю цены, которые как бы, ну, я помню, да. Вот хлеб, ну, это всегда такой покупаемый, ойра 99, да. Но когда бывает красная цена, ойра 69 центов. Потом девчата пинцы, это грибы. Есть грибы коричневые, есть белые грибы. Это ойра 49 центов стоит, как бы. Потом, так что-то захотела, с редиски, салат хочу с редиской. И она у меня обошла, 69 центов, она вообще стоит пучок. Потом, что еще хочу сказать, мука 79 центов. Потом 80, по-моему, 5. Я всегда, вы знаете, покупаю это томатные уже, он готов. Все, да, когда подлив делаешь, соус, такое вот. Так, теперь, сейчас я вам скажу, миль, сколько молоко у нас стоит. Молоко стоит ойра 15, пачка. Тут вот литр, 3,5 я всегда жирности беру. Так, тут я сразу вместе с этим, что сколько стоит, сразу хочу вам сказать. Так, клубника, ойра 99, была вот, 2 ойра, да. Потом малина была, красная цена, девочки. Ойра 11, это красная цена, я 2 пачки взяла. Потом было масло подсолнечное, 2 ойра она стоила. Так, сейчас я вам скажу, сколько стоил шмант. Шмант, вот у меня тут показывает, 79 центов стоила сметана. Я всегда такую беру, как бы. Потом 99 центов вот это вот чеснок. Потом пачку этого я взяла, фарша 3,99, 500 грамм. Йогурт был по 49 центов, это была красная цена, тоже 49 центов. Потом, что я еще взяла? Вот сына у меня любит вот эта хенчин, да, это как ляшечки, да, вот крылышки уже готовые. Они уже как-то, как замаринованные, они всегда лежат в морозилке. Вот, есть такие, знаете, острые, а есть вот такие. Вот он у меня любит, 750 грамм стоила. Вот видите, даже можно в афлетернице делать или в духовке. Ну, я в духовке делаю. И они у меня стоили, они 3 ойра, 99 центов. Ну, 4 ойра считайте. Это манка, это 79 центов. Потом 3, по-моему, 49 центов. Это было тоже, ну, тут очень много, это сыр. Это когда акцион, да, выкладывают, и как бы я всегда покупаю по многу. Потом тут у меня тоже вот эти вот куриные, как сказать, грудки, или как их назвать, да, прайс. Килограмм вот стоил 4,98, а тут 4 штучки 2,99, да, 3 ойра. Вот такая вот моя небольшая, как бы, закупочка. Вот, вот это часто беру, ойра 19 была цена. Это на тоже готовый соус, я вам уже рассказывала. Вот, когда рожки отварю, у меня дети вообще это любят. Ну, и булочки сейчас вот покушать. Дома кушать есть, манты есть. Так что, говорю, сегодня я ничего не буду варить, но зато я хочу сделать для вас сегодня десерт. Десерт просили меня легкий такой десерт. Я вам покажу, какой я, как бы, делаю. Если у вас там можно с печеньем, можно, если кто любит тирамезу, остались у вас палочки, и я покажу, что надо делать. Все, приступаем. Сейчас покажу вам десерт. Десерт очень хороший. Он, я буду делать с других палочек. Сейчас я вам покажу, как я делаю крем. Крем тоже очень простой. Вот, очень любят дети. Тирамезу мы тоже очень любим. Я недавно делала. Ну, у меня дети кофе не пьют. И, как бы, они не любят, чтобы сильно отдавала кофе. Да, вот я вам так могу, хочу сказать. Сейчас, что нам надо к тирамезе. Так, как вот так вот. Ой, тирамезе. Просто десерт. Я на его называю просто десерт. Игаль, с каких палочек мы делаем. Там, или от тирамезы палочек, или палочки вот, ой, или печенье вот эти вот коровка. Есть еще бута кексы, ой, да, в этом, в немецких магазинах продается. Вот такая, как, по-моему, желтоватая или оранжевая-белая. Я раньше тоже их брала. Но мне до того нравится коровка. И именно вот такая синяя. Вот, ну, решила сделать почему. Потому что все стоит. Все стоит, и ничего не, как бы, я ничего не делаю. И надо что-то с этим делать. Сейчас, девчата, подвину. Тут у нас рабочие ходят, ничего не могу сделать. Снимают гирюз. Так, вот такие вот палочки у меня остались. Остались у меня всего две штуки. Две штуки. Вот с них сейчас я буду делать. Вот такая вот у меня форма. Есть большая, есть поменьше. Когда в гости приходят, конечно, у меня здоровая, большая есть для, вообще для десертов. Вот, что нам к этому надо? Банки. Банку сгущенки. Шлагзаны. По 200 грамм, да. 400 грамм шлагзана. Это сливки. Сливки и галь какой жирности, да. Все равно. Это не зависит от этого, какой жирности. Потому что сгущенка сама по себе жирная. Никакого сахара, никакой сахарной пудры. Так, шпайзакварк у меня идет 500 грамм. Шпайзакварк. Или если есть у вас творог, пробейте его через блендер. Тоже 500 грамм. И все, больше ничего не надо. Что нам надо? Сейчас мы берем шпайзакварк и шлагзан. Взбиваем. Не вкрутую, просто немножко взбили. Потом добавляем сгущенку. Приступаем. Значит, это пока убираем, чтобы нам не мешало. Это тоже я переставляю всегда. Да, можете, если нету вот этих вот, можете делать печеньки. Все равно, какие печеньки. Только мы все равно будем делать слоями. И еще я хотела сказать, наверх мы будем украшать или малину. Малину я сейчас вымою попозже и просушу ее. Или клубникой. Кто как любит, конечно. Открываю шпайзакварк. Там у меня тоже бананы остались, уже потемнели. Я говорю, ничего не кушает. Хочу сегодня себе сделать миль шейк, смузи. Яблоки уже не беру, бананы уже не беру. Я говорю, надо это доедать, потому что только не успеваешь. Что варенье делаешь, что еще что-то сделаешь. Как бы не хотят уже. Все. Я говорю, надо меньше покупать. Так, сразу вот так вот делаю. Приготавливаю все. И все выливаю. Это тоже 400 грамм. Сливки тоже. Все равно, какие. Чтобы знали. Это никакого значения не имеет. Я сейчас сначала все с ложечкой делаю, а потом уже буду взбивать. Взбивать буду так, чтобы я вам покажу. Но он у меня тоже так сильно гудит, а то ничего слышно не будет. И покажу я, как взбила. Ванилин ничего не буду добавлять. Хочу просто простой десерт. Простой. Никакими всякими этими. Просто простой десерт. Сгущенка и все. Все, девочки, я сейчас начинаю. Начинаю сейчас взбивать. Потом я отключусь. Показываю, какая получилась. Смотрите. Сильно густую нам не надо. Потому что палочки мы с вами пропитывать не будем. Вот такая вот должна быть. Смотрите. Вот такая вот. Так, эти я не убираю штуки. Потому что еще раз буду взбивать, когда сделаю сюда сгущенок. Всю баночку. Всю баночку. И опять сейчас я буду взбивать. Вот посмотрите, какая получается. И немножко еще собью. Так, девчата, вот такой паломничек у меня есть. Посмотрите, какой крем получается. Получается его очень много. Три штуки я взяла еще одну. Потому что крем останется жалко. Вот. Делаю я все на глаз. Еще хочу сказать. Кто не любит сильно сладкое, конечно, не надо полную банку добавлять. Можете добавлять полбаночки. По вкусу. Потому что, смотрите, просто этот шпайзеквард, ну, этот творог, да, как растерто, он немножко все равно кисловатый. Ну, сейчас вот приступаем. Сюда подогрину. Так. Сначала наливаю сюда. Сюда налью. Вот так вот. Уголочки все смажу. Отодвину. Так. Ну, и вот приступаем. Это очень вкусный, очень быстрый и очень легко. И для деток, и для взрослых это тоже хорошо прям. Сейчас тем более вот эта вот марина, вот эта клубника пошла. Так. Ну, вот так вот. Тоже никакой роли не играет, вверх или вниз, сахар или вниз, сахарным, или, а видите, тут сахарный песок, или вверх, это тоже никакой роли не играет. Наверх можете кофе, ой, кофе, какао посыпать. Но я не буду, я буду делать так, как я делаю. Потому что для тирамизы у меня как отдельно есть рецепт, там делается с кофем, а вот это я просто делаю, когда остаются палочки. Так. Влезет? Влезет. Ну, вот и все. Смотрите, какая прелесть получается. И вот таким вот палонечком. Смотрите, оно не должно быть сильно густое. Еще раз я говорю, потому что потом напишут, что вот у меня не пропиталось. Так. Любые печеньки, которые у вас остались, даже если мягкие, это без проблем, можете ложить сюда все. Вот сюда. Если даже нету такой ягоды, делайте с банки. Так. Убираем, вытираем. Потом все вытиру. Ну, и вот так вот я чередую. Все, это опять сюда делаем. Сюда. Вот. эта форма немножко идет стеклянная тут немножко узковато здесь уже идет знаете шире-шире-шире и приходится добавлять всегда вот так вот посмотрите получается сюда положу отодвину крем все равно у вас останется как бы вы хотели не хотели вам придется как бы ну еще может что-то сделать десерте какой-нибудь вот посмотрите все и вот так же опять заливаю малинку я помыла помыла малина просушила все теперь я сейчас ложечкой буду делать сгущенку я делаю по уголочкам делаем в холодильнике где-то часик пускай постоит у вас такая красота получается тут у меня на два слоя 3 я взяла если у вас есть можете делать третий слой потому что крема хватит у меня это просто она поменьше немножечко потому что я хочу еще делать трубочки похоже жарить для нас это сильно много будет вот так вот вот так вот все посмотрите какая красота даже еще прямо чуть-чуть добавлю чтобы выпрямить красиво так девочки и теперь конечно моя малинка идет красивая малинка идет сейчас я ее сюда высыплю потому что она у меня высохла уже это тоже убираем вот так вот приступаем все и вот так вот делаем на выходные надо мне посадить петуньи обязательно поехать там баумарк и обязательно купить петуньи я там каждый год тоже покупаю мне не очень нравится я сама по себе эти петуньи люблю именно такие крупные мне очень нравятся цветы когда вот горшки вчера же я поражила на даче и вот хочу туда и мои петуньи посадить смотрите какая красота все еще даже малина осталась в час и и тоже сюда куда-нибудь сделаю девочки вот так вот посмотрите это очень вкусно это очень быстро еще раз вам покажу смотрите как получилось а вот оно какое стало и ставьте на часик в холодильник и все можете кушать как десерт всего вам хорошего хочу сказать большое спасибо за просмотр и за подписку много кто подписался новенький вот хочу пожелать вам хорошего дня и у кого вечер хорошего вам вечера всем пока